Друзья, мы продолжаем. Владимир Шульмейстер, беседа по поводу настоящего и будущего украинской инфраструктуры. И мы в первой части остановились на том, что на самом деле вложения в инфраструктуру для государства дают огромные выгоды, потому что они по цепочке начинают генерировать добавочную стоимость. Рабочие места, ВВП, да, это то, что позволит, кстати, выполнить задачу, президент же поставил задачу, ребята, делаем 40% роста ВВП за 5 лет. Можно? Да, можно. Для этого нужно развивать производство здесь, а не закупать откуда-то и везти сюда. Сейчас катера французские, то же самое. Тирак, сюда едут катера. Ребята, зачем? У нас есть на чем строить эти катера. Если заказ, большой заказ государственный на 300 миллионов евро, мы можем за эти деньги построить и завод, который эти катера будут сделать, и делать людей мы найдем и можем загрузить здесь на месте, как ты говоришь, вокруг будет развиваться производство, которое локализация. Извини, я тебя перебью, но, знаешь, практика тоже показывает, что вот эти производственные мощности, которые якобы существуют, часто существуют на бумаге, и по авиации, и по судоустроению, то есть, мы привыкли говорить о том, что нам... Я говорю про реалии. Я проработал вопрос, да. Перед тем, как вот вступать вот в эту историю, ну, говорить о чем-то, я же говорю, по локализации по железке, да, у нас, мы можем локомотивы свои здесь, старые локомотивы, модернизировать. Основная часть модернизации – это двигатель. Потому что двигатели у нас стоят старые. А они еще будут такие же, а... Да, потому что железо, оно как было, так и есть. На нем износились там колесные пары, износились двигатели, износились какие-то вещи, которые можно легко заменить. Ну, как легко? При желании можно все это заменить, и оно еще будет 20-30 лет ходить. Ну, как и на Западе. На Западе в Европе 40-50 лет ходят, они просто меняют... Вот пример. Я буду в 15-м году, будучи в Будапеште, говорю, ребята, а что вы здесь вот запускаете? Он говорит, вот мы сейчас строим, строим, я говорю, ну, вы же берете какой-то самый лучший? Он говорит, нет, зачем, у нас столько денег нет в бюджете, самое лучшее. Мы берем то, что есть, и модернизируем его. То есть всегда страна смотрит на уровне страны, не то же компания, на уровне страны смотрит, а может ли она себе такое позволить? Да? Зачем брать новый кредит, если можно своими силами отмодернизировать, и оно будет там удобное, безопасное, экономичное, будет работать. Про китайцев. Я, честно говоря, был удивлен, когда, ну, понятно, что нужно было Китаю сделать какой-то реверанс. Мы говорим, вот, сейчас китайская компания, мы с ней подписываем меморандум, она приезжает, что-то строит. Я говорю, ребята, а тендер? Может, она не выиграет в тендере? Или она уже какой-то тендер разнута не выиграет? Это как в General Electric тоже. Я говорю, а что мы купили General Electric? У нас есть Allstom, у нас есть Stadler, у нас есть куча всего, у кого покупать. А что это мы покупаем у General Electric? Ну, то есть, вот это все, следы коррупции, которые были раньше, это все продолжается, к сожалению. Ну, General Electric, мы понимаем, что это был такой реверанс со стороны Порошенко. Именно. Это политический был, политическая коррупция, четко сделать реверанс Америки, заигрывание перед Америкой. Понятно, что у Америки была проблема на General Electric. Единственное, причем здесь мы и экономика Украины, чтобы спасать американскую компанию, у нас есть что спасать. У нас есть своя экономика, чтобы ее спасать. Поэтому, вот, а, и ситуация тоже была недавно, очень-очень характерная, связанная с тем, что сейчас происходит правительство. По налоговой. Я, честно говоря, был очень удивлен, хочу поделиться, еще никому не рассказывал, тебе первому. Надеюсь, мы же по секрету, да? Между нами. Никому не рассказывать. Да, прошу вас никому, да. Мы занимаемся производством зерновых, экспортом, перевозками. И мы по экспорту специально сказали, все, ребята, с марта месяца мы готовимся, мы делаем прям прямой экспорт, никаких прокладок, все по-честному. Мы проверяем всех наших поставщиков, для того, чтобы по-честному подавать на прямое возмещение НДС. Все, бухгалтера, все вели, все отслеживали, кто поставщик, реальные производители, в общем, все красиво. Вот, и мы, значит, все подготовились и документы подали на возмещение НДС. Налоговая увидела, говорит, ребята, вы там сделали ошибку, возмещение, вы, наверное, ошибли, ну, переделайте документы. Ну, мы, мы говорим, нет, там ошибки нет, мы реальные экспортеры, нам нужно возмещение НДС. И тут моему бухгалтеру в налоговой в Одессе говорят, о, так вам придется с нами теперь дружить. Я говорю, я не понял. Говорю, почему, 19-й год? В смысле дружить? Я с налоговой не собираюсь дружить, ни в этой стране, ни в любой другой. Вы делаете то, что вы должны делать? Конечно, то есть я плачу налоги, я поддерживаю, причем в ситуации, когда в Бессарабии не урожай. Мы продолжаем, мы даем высокие цены, то есть мы, по сути, поддерживаем производителя местного, чтобы он не сдох. И мы должны еще дружить, мы работаем в минус, мы должны еще дружить с налоговой. Извините, у меня в это в планах не было. Что такое дружить? Это вот эта история. Я набираю своего товарища, который здесь в Киеве работает с налоговой близко. Говорю, что с налоговой происходит вообще? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну вот мы-то хотим подавать прямое возмещение по НДС, по экспорту. Говорит, а, и тут он произносит фразу, которая просто меня прибила гвоздем к стулу. Он говорит, Владимир, ситуация хуже, чем при Януковиче. Я говорю, секундочку, а зачем мы все это? Зачем мы вот это мучились 14-й год? Потом я ходил в это, в министерство, пытался ситуацию у меня в 15-й. Сейчас вот эти выборы, Зеленский и так далее. И у нас в ситуации хуже, чем при Януковиче. То есть, оказывается, по НДСу, по экспорту возмещения существует... А, я мне сказал, разве что у вас есть знакомые, кто может позвонить из американского посольства. Ты понимаешь? То есть, американская компания, а у нас их уйма работает, это Каргел, Бунге, ну, крупники, АДМ. Они что делают? Любая проблема с налоговой, звонок из налоговой, из посольства, да. То есть, американские компании имеют преимущество по работе с НДС над украинскими компаниями. Я тут же вспомнил General Electric. И думаю, извините, так может мы просто станем американским штатом каким-то и все? Тогда налоговую можно будет упразднить. Кстати, я за упразднение налоговой. Я против вообще, чтобы НДС был. НДС нужно убрать. Вот этот же товарищ мой, который работает с налоговой, он всю жизнь работает очень близко с налоговой, консультирует их. Он говорит, НДС в нормальных цивилизованных странах, он приносит добавочную стоимость, ну, ценность для бюджета. То есть, он наполняет бюджет. За время существования Украины, если правильно посчитать, у нас НДС не наполняет, он, наоборот, опорожняет бюджет. Поэтому его лучше хотя бы временно отменить, сделать ноль. НДС обнулить. Я тебе скажу, вот у меня был эфир с двумя бухгалтерами, с Оксаной Гурьевой и Юлией Глушко, как раз по поводу НДС. И они посчитали то, что они взяли из налоговой, они взяли, сделали запросы там. Так вот, получается, что 70% НДС, которые собираются, он тут же возвращается. Ну, то есть, он уходит назад. И крупный бизнес просто за вот эти все, как бы, дела, он себе возмещает. И плюс фиктивный НДС, ты можешь прекрасно понимать. Это такая кормушка, которая реально топит экономику Украины. И происходит фиктивный экспорт. То есть, когда корабль уходит, он по документам уходит там с каким-то высокоценным товаром, а там просто пусто. И по документам возмещается НДС за откаты. Все. Все, НДС уплыл. Я сейчас смотрю на ситуацию по, то, что я рассказываю, да, по налоговой, да, бизнес, который пытается все красиво и правильно делать, его просто херачат, вымогают с него взятку. Второе. По перевозкам автомобильным. Бизнес, который работает по правилам, страдает экономически, да. То есть, меня, извините, что, опять загоняют в тень, как бизнес? Меня вынуждают уехать из страны? По факту, да. Секундочку. Так, а зачем мы все это делали? Зачем мы сначала надеялись на Порошенко? Ну, понятно, быстро разочаровались. Сейчас мы все надеялись на Зеленского. Извините, что, опять будем разочаровываться? И будем опять... У меня две эмиграции за спиной уже есть. Мне готовится к третьей эмиграции. То есть, вот, все идет к этому, к сожалению. И вот это страшно. Да, и причем эта третья или четвертая волна эмиграции, она будет для страны убийственной. Потому что, мало того, что уйдут менеджеры, но уходит активное чистоселение, которое не так уж и много. А остаются пенсионеры, бюджетники, которые ничего не умеют. И производители. Ну, потому что по возрасту такие. Или просто потому что не умеют добавочную стоимость генерировать. Вот в этом катастрофа, на самом деле, уважаемые зрители, подписчики, серферы для нашей страны. Тут кто-то есть? Ну, они же смотрят, они будут смотреть. Может выглядеть, что это между нами. Ситуация действительно вообще страшная. Страшная. Ну, луч света какой? Будем говорить о позитиве? Или в какой-то случае... Я пока жил в Киеве, у меня была шутка на эту тему. Выхода есть два. Один через Борисполь, второй через Жулианы. Да. Но не смешная. Да. Не смешная шутка. Не смешная шуточка. Ну, вот так вот. Вот так вот все выглядит глазами человека, который занимается практической экономикой и практическими делами. Поэтому, ну что, будем пинать Зеленского? Будем. Ну, я надеюсь, мы же тоже сейчас с тобой собрались в свободное от работы времени для того, чтобы просто рассказать, вот какая ситуация. Я надеюсь, что это до кого-то дойдет, донесется каким-то образом. Я вокруг Володи видел толковых людей грамотных. И в партии у него, ребята, которые в парламенте, я тоже видел, ну, горящие искренние глаза. Я надеюсь, что нас услышат, и услышат, что то, как сейчас это идет, это не просто путь в никуда. Это очень быстро все закончится, и закончится катастрофой. Я прогнозирую, в случае, если будет идти, как вот сейчас идет, как я в 2010 году у себя дома предсказал революцию или войну, получилось и то, и другое. Я сейчас предсказываю, то есть просто будет территориальная дезинтеграция. И будет гражданская война. Я, друзья, поэтому постоянно об этом говорю, и в последнее время я раньше говорил, что мы должны смотреть трезво на реалии, потому что если мы будем себе придумывать какие-то отмазки, что все будет хорошо, что... Нет, инфраструктура, вот как раз в случае с инфраструктурой, то, что говорит Володя, это конкретика, потому что изношенный мост, он рано или поздно обваливается. Локомотив, у которого двигатель там латается 250 раз, и ему уже там лет 70, ну не 70, а лет 50-60, он рано или поздно останавливается, и тоже, и дай бог, чтобы без последствий для пассажиров там, либо для гроза. Вот, поэтому, ну, я думаю, что вот сейчас власти нужен холодный душ, потому что они слишком как-то взлетели в своих... Душ уже открыли, капли уже в воздухе находятся. Да. Аннушка уже пролила. Да, Аннушка пролила масло. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Холодное масло, спасибо, да. На этом заканчиваем. Подписывайтесь, ставьте Локиш Шумейстер, есть в Фейсбуке. Да, Владимир Шумейстер, латиницей. Я поставлю в подводке, я поставлю ссылку на его Фейсбук. Спасибо. Да, на этом заканчиваем. Спасибо, Владимир. Спасибо, Юр. Да, до новых встреч. Всего доброго. Всего свидания.